а зараз я кого блока до топ-то вам вам зручно на украинский мобильный российский я значит первое вам нужно было знать исходный вес и вес на данный момент для того чтобы рассчитать рассчитать просто адекватность нашего вашего помещения и ваших условий то есть будем усредненно говорить о 10 килограммах мы берем 10 килограмм блок моего взвесили что поставили на полке 10 значит взвесили на период плодоношения он весит 9 то есть он килограмм 10 процентов веса потерял на этапе вашей инкубации то есть это говорит о том что ваши условия неадекватны то есть влажности было недостаточно на самой инкубации и теперь блоки уже ну скажем так мы уже входим скажем так народы в безводный период где-то так где-то так можно это назвать то есть это неправильная инкубация воды мало грибов уже полноценных мы получить не сможем никак то есть этого надо все начать это первое теперь вариант второй вариант второй блоки стали еще тяжелее у вас избыточная влажность это нужно будет учесть на этапе уже выгонки грибов и скорректировать этот параметр и результат в том что у вас блок остался на том же весе это говорит о том что у вас какой-то там сбалансированная влажность во внешней среде приблизительно сто процентов что внутри что вне поэтому вода из них не испаряется вот вам известны параметры исходящие вашего помещения это вам такой конспект если это все знать то на начальном этапе можно просто все наперед знать чем вам придется столкнуться уже на этапе выгонки теперь непосредственно уже к вашему вопросу и к вашим грибам то что мы видим здесь на вашей вот картинке внимательно просматриваем давай спи с первой начнем потому что сначала вот смотрим вот только я вижу такая большая такая картинка сейчас секундочку секундочку вот такая большая картинка здесь одна гроздя маленькие шапочки торчат во все стороны такие бочечки такие вот ровненькие это только на первый взгляд все вот эта елочка она говорит о том что скорее всего сдавлена ножка гриба вот так грибы выглядят тогда когда недостаточная перфорация или гроздя очень большая далась а дырочка маленькая или дырочки изначально сделаны перфорации сделаны несоответствующие да и поэтому ножка сдавливается вот и все но бывает такое и дырка и 6 сантиметров а гроздя может все равно сдавливается поэтому здесь надо иметь или крючок им удобно растягивать вот эти он легко поддевается и растягивается для того чтобы дать грибам свободу второй момент второй момент дальше фотография ну тут понятно тут скорячились они здесь все все на кучу да обычно такие коряжки получаются когда гриб не может приспособиться к климату скорее всего или скачки бегает там грибовод сделал ему одно там стало влажно потом стало сухо потом стало мокро потом холодно потом жарко не знает что ему делать и он вот такой растет какой-то скореченный такой на целую фотографию вот несчастный ну что ему сделаешь ну не имеет гробе вот его выращивать ну вот и весь ответ идем дальше подвешенные руки есть второй вариант есть второй вариант уже грибовод даже если умеет выращивать по каким-то причинам просто не всегда было время правильно скорректировать вот эти все моменты дальше дальше здесь висят уже блоки смотрим там на блока какие-то маленькие такие рознички какие-то по вылазили несчастные такие уже пошли в грибы во первых что урожайность они не дали во вторых блоки выглядят как бы уже немножко такие застромированные как будто бы грибы пошли запозна то есть соответственно надо было с в свое время обратить внимание что блок созрел блок не созревает по каким-то циферным параметрам и каким-то бланком или еще чем-то блок созревает на глаз мицелий это продукт всегда разный он всегда вот разный как бы там допустим тиражировано он не делался но клетки и они живые и вот бывает что или мицелия больше пошло или еще что-то блок был готов к плодоношению с 15 дня надо было срочно предпринять меры к его выращиванию то есть если любой кризис произвести любой кризис помещение есть возможность перегреть есть возможность охладить отключить все удашить их углекислотой просто включить вентиляцию и закрыть все наглухо они давятся два-три дня от углекислоты и начинает спасать жизнь все-все выстреливает в грибы это надо было интенсивно их запустить здесь уже опоздали опоздали да и уже имеем то что имеем но здесь вроде бы не скажешь вроде перфорации какие-то прямые лучше перфорации делать косые почему там вот я не буду там долго углубляться какие-то там эти диссертации но обычно надрезается косу они прямо так не боль более так физиологически вешенка растет прямо не режьте вот под углом и получается ну и все совокупность всего того что мы уже вышеперечислили привело к тому что мы здесь видим ну а вот здесь дальше на фотографии первое что смотрим но это же явно уже строма под пленкой это уже перерощенный это у вас как как будто вы пришли народы а у вас уже где-то какая-то сорок восьмая неделя уже все уже перенос целый месяц а как а какой это день от посадки блоков на пятнадцатый день соответственно партизали температуру а потом мы буквально через четыре дня дали ему засветки и уже активно пошел привод ну вот вот смотрите что в каждом частном случае вот в каждом случае как бы лечить там пациента и все такое если есть в этом необходимость то это какая-то уже скорее всего платная услуга должна быть то есть вникнуть каждый частный вопрос условий там и всего остального и понимаете это хлопотно трудоемко надо посидеть и вот это все в голове держать чтобы людей научить скорее всего вам самостоятельно нужно будет учиться но я вам те общие моменты которые только озвучил если у меня получится я постараюсь сделать их файлам и вам отправить чтобы вы это все слушали и если бы вы вот просто совокупность общих вот этих моментов взяли бы себе на вооружение сначала то мы бы сейчас не пришли к тому моменту что есть уже у вас здесь но теперь самое главное ну хорошо но мы пришли уже к тому что уже есть я же ну что их выбрасывать и во первых самая главная первая ошибка которая я я забыл они вообще только я смотрю на эти фотографии вам удобно было вот эти блоки все куда-то цеплять на вот эти карнизы удобно вам было вот это делать ну а можете себе представить что принципиально самое плохое что можно сделать этим блоком это их повесить просто самое хуже что для них можно вообще сделать это и просто повесить чтобы их высушили там хуже способа придумать невозможно и технически это неудобно и практически это неудобно и физически это неудобно и грибам так неудобно всем неудобно и вы это сделали я могу вас я могу вас поздравить то есть вы принципиально подойдите еще раз к вопросу организационному вы какие-то делаете принципиальные вопросы что-то вы не вникаете в сущность вообще проблематики допустим выращивания того же самого гриба вам нужно было более детально простудировать информацию посмотреть видео и все-таки принять взвешенные решение и теперь в этой ситуации все очень плохо я вас могу обрадовать что если вы но это не еще не самое хуже что можно видеть у меня есть отсняты наши видео я нету времени меня было их выложить там еще хуже и там блоком больше там грибов просто массив и просто все уродство такое что это невозможно продать и и просто целые партии и вот мы начали вот это все исправлять когда мы взяли просто убрали их из этого помещения естественно мы их носили естественно они пострадали все что можно и они были в состоянии уже грибы на грибах чуть ли не росли от спор от влажности от всего из этой катастрофы мы вышли довольно таки сухими из воды процентов 30 пошло не кондиции процентов остальное пошло магазины то есть ситуация исправима если это уметь делать если это понимать но если принципиально довести все просто до такого состояния то я не знаю справитесь ли вы уже с конечным моментом просто даже в такой трудной ситуации попробовать и постараться все-таки вытащить из этих грибов что от них нужно по крайней мере завалить их просто кислородом теперь не при этом чтобы не пострадала не скакала температура грибы очень не любят когда получается 15 22 28 13 они просто стопорятся они становятся а так как им деваться некуда они просто не знают что происходит а у них масса растет просто физический процесс у них идет вот они тянут вот эти ноги а мол доберемся в будущее разберемся что нам делать в этом состоянии вот это батарея это какое отопление там котелки печное отопление хуже из всех вариантов которые могут быть из отоплений оно плохо подается управлению вот такая беда и если в вашем присутствии вы видели одну картинку то без вас в вашем отсутствии например когда это наемные работники или так дальше они могли выпить ложиться спать и это вообще катастрофа это радует что это дом и это частное это все свое то есть печное опять же таки это один из худших вариантов которые могут быть опять же для отопления имеем то что имеем это не означает что в вашем случае не нужно заниматься грибами вам просто нужно осмысленно это все делать это вам нужно вот эту информацию которую вы получили да нет а я вот а я вот всегда экономлю момент потому что получилось ну поводу прекрасные просто